МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь во всем подробнее. В Рязани и районах области активно проводятся площадки предварительного внутрипартийного голосования от партии «Единая Россия». Кандидаты праймери сообщаются с жителями и отвечают на волнующие их вопросы. В пятницу в Рязанском дворце молодежи прошла встреча кандидатов, претендующих на вхождение в общерегиональную часть списка по единому избирательному округу для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Рязанской областной думы 6-го созыва. В этом году в нашем регионе пройдет ряд избирательных кампаний. Основная из них, бесспорно, выборы депутатов Рязанской областной думы 6-го созыва. Региональное отделение партии «Единая Россия» предоставило возможность любому гражданину, заинтересованному в развитии нашего региона, выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование, по итогам которого он может стать кандидатом на выборах от партии «Единая Россия». Это не просто самооценка какая-то. Выборная кампания определяет, тем более законодательное собрание региона, она определяет возможность жить и развиваться регионом на следующий 5 лет. Каким будет законодательное собрание, в принципе, во многом, такой будет и экономика, и такой будет жизнь у региона. На сегодняшний день оргкомитет утвердил 222 кандидата, а также сформировал общерегиональную часть списка, в состав которой вошли 6 человек. Среди них и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Сегодня определились участники праймерис, то есть это предварительное голосование. Это много. Я посмотрел специальную такую подборку, кто же заявился для участия праймерис. Это очень много активных, известных рязанцев, которые принимают непосредственное участие в предварительном голосовании. Очень важно, что «Единая Россия» дает шансы на участие в такой презентации перед избирателями, или как «Смотрина», как сказал Николай Иванович, да, дает возможность не только членам партии, но и беспартийным, и даже представителям других партий. На встрече люди активно задавали кандидатам вопросы, интересовались перспективами развития здравоохранения, образования, строительством дорог, мерами поддержки социально незащищенных категорий населения. Я представитель сферы здравоохранения, и сегодня принимаю участие в встрече с депутатами. Сюда пришла для того, чтобы поучаствовать в общественной жизни нашего города, потому что нам не безразлично, что будет дальше в нашем городе, как будет возглавлять, кто будет возглавлять дом нашу, и как дальше будет наш город процветать. Предварительное голосование будет проводиться 31 мая с 9 до 18 часов на территории всего региона. Будет работать 268 участков счетных комиссий. В голосовании по определению кандидатур могут принимать участие граждане Российской Федерации, зарегистрированное на территории округа. В преддверии выборов обостряется политическая борьба. Утром в четверг многие автомобилисты, да и прохожие, заметили, что дороги Московского шоссе, улицы Костычева и Зафабричной украсились карикатурами на главу городской администрации Олега Булекова. Шаржи с изображением Олега Евгеньевича были нанесены на дорожные ямы. Рязанская полиция начала доследственную проверку по этому факту. А уже в пятницу, отмечают очевидцы, коммунальные службы закрасили карикатуры. Кстати, еще в четверг выяснилось, что нарисовали шаржи на главу Рязанской администрации, представители одной из парламентских партий. Есть еще одно событие, связанное с дорогами. Получила резонанс аварийная ситуация на площади Победы. Там во вторник начал проседать асфальт на том же самом месте возле монумента Победы, где почти полторы недели назад образовалась глубокая яма. Напомним, что 13 мая в Рязани на перекрестке Первомайского проспекта и проезда Завражного произошел прорыв тепломагистрали, вследствие чего провалилась часть асфальтового покрытия. Двое суток аварийные бригады устраняли течь. Новый провал расширялся прямо в том месте, где еще в прошлый четверг аварийщики устраняли последствия прорыва тепломагистрали, а дорожники затем положили здесь асфальтовую заплатку. В этот вторник сотрудники госавтоинспекции перекрыли автомобильное движение по крайней правой полосе, если двигаться со стороны Московского шоссе в сторону центра города. Дорожные полицейские практически до вечера регулировали этот участок дороги. По ситуации с провалом асфальта на площади Победы, который произошел во вторник, высказались чиновники из городской администрации. По их словам, сейчас в проезжей части ничего не угрожает. Просадка была оперативно устранена в течение двух часов, движение транспорта своевременно восстановлено. При этом аварийной ситуации не возникло, страдавших нет. Просадка асфальта была ожидаема, поскольку работы велись в сложные погодные условия и в сжатые сроки, чтобы восстановить движение автотранспорта по данному участку. Также одной из причин является открытие интенсивного движения автотранспорта сразу после ремонта. Надо сказать, что в настоящее время повреждений на участке магистральных тепловых сетей в районе Почни Победы нет. Тем временем в Рязани ведется подготовка к отопительному сезону 2015-2016 годов. Уже сейчас идет формирование графиков и объемов проведения работ по ремонту тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и котельных. В соответствии с графиками, все отключения будут длиться не более двух недель. Так сообщают чиновники городской администрации. Московский район, мы предполагаем опрессовывать и проводить ремонтные работы с 29 июня по 12 июля. В зонах котельных Московского района мы предполагаем проводить работы с 27 мая по 9 июня. Октябрьский советский район является большим районом, большим носителем теплосистем. Поэтому районы разделены на 27 участков, на которых будут также проводиться эти работы по опрессовке и ремонту. В четверг состоялось очередное заседание Рязанской городской думы. Одним из важных вопросов в повестке дня было голосование за перевод земли под строительство мебельного кластера в микрорайоне Агропром. В Рязанской городской думе прошло заседание, на котором депутаты обсудили вопросы, касающиеся передачи нежилых помещений в аренду. Эта процедура для таких мероприятий является, можно сказать, традиционной. На чем хотелось бы остановить внимание, так это то, что депутатами была утверждена дата празднования дня города. Гуляния пройдут 2 августа. Также на заседании озвучили, что в бюджет города на текущий год и плановый период 2016 и 2017 годов вынесены некоторые изменения и дополнения. Хорошие очень изменения, на самом деле, потому что два детских садика в районе Михайловского шоссе, вы знаете, мы не так давно приняли, также создали условия для строительства детского сада на Михайловском шоссе. Это большой район застройки, Министерство обороны для военнослужащих. Создаются условия для строительства детского сада. Соответственно, другие инфраструктурные объекты социального направленности, они, безусловно, там будут присутствовать. Но первый шаг такой очень серьезный – это строительство детского сада. И второй сад на Первомайском проспекте, это бывший сад РЖД, он перестроен частично уже, и необходимо его, так сказать, завершить и сделать в этом году уже еще один детский сад в том районе, в котором действительно большая проблема с местами в детском саду. Это речь идет о центре города. Особое внимание депутаты уделили вопросу внесения изменений в генеральный план города. В частности, перевода бывшей воинской части в микрорайоне Агропрома из зоны военных объектов и прочих режимных территорий и зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. После оживленной дискуссии решение о переводе было принято. Заказчиком у нас выступала администрация города Рязани. Данным решением фактически создается условие для инвестиционной деятельности, причем той инвестиционной деятельности, которая способна создать не одну сотню рабочих мест с приличными зарплатами, с развитием производства, с тем, чтобы налоги оставались в Рязани. И эта площадка была выбрана администрацией города. Говоря о ее экологической составляющей, могу отметить, что те резервуары, которые там были на протяжении десятилетий с нефтепродуктами, мы не можем говорить о экологической чистоте данной территории. Стоит отметить, что потенциальный инвестор, который планирует освоить территорию агропрома, уже имеется. Компания «Грант» планирует разместить здесь предприятие по сборке и хранению мебели. Инвестор также планирует благоустроить. Инвестор также планирует благоустроить, прилегающую территорию для жителей района, создать благоприятную среду для проживания и в дальнейшем обеспечить микрорайон объектами социального значения. На следующей неделе пройдут мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства. Но это не единственная тема в нашей рубрике «Экономических новостей». Добрый день! В эфире кратко об основных новостях экономики региона. Отчет об исполнении бюджета города за прошлый год утвердили депутаты Рязанской городской думы на заседании 21 мая. Таким образом, доходы бюджета в прошлом году на 4,6% превысили план и тем самым составили 8,5 млрд. рублей. Расходы сложились в сумме 8,4 млрд. или 98,5% от плана. Бюджет исполнен с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами почти на 80 млн. рублей. На этом же заседании депутаты Рязанской городской думы внесли изменения в бюджет Рязани, увеличив доходную и расходную части почти на 53 млн. рублей. Это полученные сверх плана земельный налог, государственная пошлина и доходы от продажи имущества. Средства направлены на строительство и реконструкцию зданий под детские сады. Один детсад появится в новом военном городке на Михайловском шоссе, второй на Первомайском проспекте, где в прежние годы размещался ведомственный детсад для работников РЖД. К другим новостям. Прожиточный минимум по итогам первого квартала был утвержден правительством Рязанской области еще 29 апреля и составил 8789 рублей на душу населения. Это на 1617 рублей больше предыдущего квартала. Для трудоспособного населения он составил 9513 рублей, для пенсионеров 7328 рублей, для детей 8648 рублей. Такие показатели рассчитываются на основе потребительской корзины и данных об уровне и индексах цены продукта питания, непродовольственные товары и услуги. Проблемами качества автомобильного топлива в масштабах страны в конце апреля заинтересовался президент Владимир Путин. Он на совещании правительства еще 29 апреля подчеркнул, что низкое качество горючего является в некотором роде хищением. По его словам, это обман потребителя. И глава государства поручил Генпрокуратуре и другим ведомствам разобраться с вопросом качества автомобильного топлива. Работниками прокуратуры Рязанской области совместно с прокуратурой Октябрьского района города Рязани и совместно со специалистами Росстандарта проведена проверка бензина на автозаправках города Рязани. Проверялось как бензин, так и дизельное топливо. В процессе проверки были отобраны анализы топлива, а также проверена документация. В Рязани проходит мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства. На протяжении недели перед студентами с мастер-классами выступали успешные рязанские предприниматели, которые делились своим опытом. Возможно, что в какой-то мере такие встречи помогут ребятам выбрать профессию. Подарком для жителей города станет художественно оформленная клумба к 920-летию Рязани от рязанских предпринимателей на Лыбецком бульваре со стороны цирка. Мы подняли старые материалы еще до того момента, когда был построен рязанский цирк. Нам очень понравилась задумка тогдашней администрации города по оформлению клумба. Мы сейчас разработали проект, который будет реализован в части художественного оформления с символикой 920-летия города Рязани. Праздник в День российского предпринимательства пройдет 26 мая на Лыбецком бульваре. На этом у меня все. Счастливых вам выходных. До свидания. Ну и возвращаемся к городским темам. В пятницу выпускников Рязанской 14-й школы провожали во взрослую и самостоятельную жизнь. Пришли на последний звонок руководители города и области. Последний звонок – это добрая традиция для всех выпускников школ. Так сказать, последний рывок перед выпускными экзаменами – самыми важными за все время их обучения. Еще совсем немного, и ребята выйдут со школьного двора в новую взрослую жизнь. И дальнейшее обучение им придется проходить самим, без помощи преподавателей. Первый в этом году последний звонок прозвенел для учащихся в школы номер 14. Поздравить будущих выпускников с этим важным для них событием прибыл губернатор Олег Ковалев. Может быть, сейчас вы где-то и не осознаете, насколько вот этот момент сегодняшний трогательный и насколько он волнительный. И с годами вы все с большими ностальгическими нотками будете вспоминать этот день. Знания и опыт, которые вы приобрели в школе, безусловно, пригодятся вам в будущем. Потому что жизнь – это конкуренция, это конкуренция между людьми, конкуренция между предприятиями. Это вообще конкуренция. В конкуренции, как правило, выживает тот, кто наиболее подготовлен, кто наиболее крепок, и у кого укреплена и воля, и характер, и который умеет добиваться своей цели. Школа дала вам все, что могла. Может быть, даже больше. И теперь очень многое будет зависеть от вас самих. Я точно знаю, пройдет совсем немного времени, и мальчики, и девочки вернутся к нам снова. Но только это будут уже ваши дети. Я очень надеюсь, что каждый из стоящих сегодня здесь этот день обязательно запомнит. Обязательно вспомнит его не раз и не два. Обязательно найдет время, чтобы прийти в гости к своему учителю, к своему классному руководителю. Или просто посидеть на школьном кольце. Вспомнить, как это было здорово, когда мы были вместе. Последний звонок для ребят особенно важен. Впереди их ждут серьезные испытания. Да и прощание со школой и момент, несомненно, волнительный. И хочется пожелать им успехов. Главное, ничего не бояться и всегда оставаться верными своему выбору. А пока информация от оперативных служб. В четверг спасатели провели учения в Рязанском Кремле. Они отрабатывали слаженность совместных действий при возникновении пожара в архиве музея. Кстати, в тот же день им пришлось демонстрировать навыки уже в другой обстановке. Ведь в четверг произошел крупный пожар на улице Санкозаводской. На территории Рязанского Кремля сотрудники регионального управления МЧС провели тренировку по тушению условного пожара и эвакуации людей из горящего здания. В тренировке принимали участие более 30 спасателей и задействованы 7 единиц техники. Спасатели успели вовремя, но и работники музея не подвели, они действовали по инструкции. Одним словом, тренировка прошла успешно. Как выяснилось позже, учения прошли не зря. В тот же день произошло возгорание одного из предприятий на улице Санкозаводской. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Было задействовано около 40 пожарных и 13 единиц специальной техники. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. А рязанские полицейские пресекли незаконный вывоз плодородной земли. Задержали грузовик с нарушителем на въезде в город. Сотрудники МВД России в Рязанской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений, связанных с незаконным снятием и перемещением плодородного слоя почвы. Сотрудники отдела организации применения административного законодательства регионального ОМВД совместно с инспекторами ДПС ГИБДД выявили факт незаконной перевозки с последующей реализацией населению почвы грунта. На въезде в Рязань инспектор ГИБДД остановили для проверки грузовик с грунтом. Фактически он осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица. По данному факту был составлен протокол по статье 14.1.1.1 Кодекса об административных правонарушениях и материал в последующем направлен в суд для принятия решения. Также в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.21.1 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях за нарушение правил перевозки грузов. Неутешительную статистику опубликовали на этой неделе рязанские дорожные полицейские. За четыре месяца этого года зарегистрировано 147 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 30 человек погибли и 129 получили травмы различной степени тяжести. При этом практически половина трагедии, как сообщают госавтоинспекторы, произошла из-за нарушения правил самими пешими участниками дорожного движения. Впрочем, проблемы с безопасностью пешеходов возникают не только по их вине. Это подтверждает следующий видеорепортаж. Улица Комбайновая и улица Западная. Местные жители одного из самых крупных спальных районов города давно жалуются на состояние дорог и пешеходных переходов. Бороться с проблемами благоустройства района такую цель поставил перед собой бывший начальник областного управления строительства автомобильных дорог, ныне пенсионер Анатолий Якушин. Если вы обратите внимание на любой почти переход не в центре города, а я имею в виду в спальных других районах города, то зебр практически почти нигде нет. Она везде стерта. А любой водитель, когда он едет, тем более на большой скорости, он сразу не видит знака. Он обязательно ориентируется на зебру. Поэтому зачастую у нас на переходах не просто неумышленно и не специально, а чисто случайно сбивают людей. Отсутствие зебры – не единственная проблема. В дождливую погоду этот перекресток превращается в непролазное болото. Ситуация, знакомая и жителям центра. Вот эта часть, посмотрите, та дорога, вот та поперечная, по улице Западная, она поднята по отношению вот к этой дороге. В результате, во время ливневых дождей и в полых паводок, вот эта часть вся затапливается. Значит, нельзя пройти ни на улицу Западную, ни сюда по этому переходу, абсолютно никуда не пройдешь. Тут у нас делают, бросают решетки специальные люди, чтобы пойти как-то попасть к себе домой, чтобы, понимаете, пройти хотя бы вот с этой улицы на улицу Западная. Чтобы проехать по улице Комбайновой, водителям требуется особое мастерство. Разбитая дорога стала препятствием и для пешеходов, и для автолюбителей. На этой неделе, 19 мая, отмечали Всемирный день пионерии. Конечно, сейчас пионеров довольно мало, но ребят старших классов, тем не менее, пытаются участвовать в общественных инициативах и помогать людям. На неделе прошел пятый городской слет участников детских патриотических объединений под названием «Равнение на победу». В Рязанском дворце молодежи состоялся пятый городской слет участников детских патриотических, поисковых и общественных объединений, волонтерских отрядов «Равнение на победу», который был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями мероприятия стали сами ветераны. К сожалению для себя впервые с портретом деда прошел в этой многотысячной колонии и действительно было приятно идти по улицам города Рязани. И когда, нельзя назвать их зрителя, они находились на трудуарах, кричали друг другу с победой, мы победили, люди плакали. Это действительно были слезы радости. И сидящие сегодня в этом зале ветераны, они, наверное, немного устали от праздников, но, тем не менее, огромное вам спасибо, что вы нашли время прийти на наш слет. Мы вас, как всегда, приветствуем улюбим. Ребята, давайте похлопаем ветеранам. На слете были подведены итоги работы образовательных учреждений по патриотическому воспитанию молодежи в течение учебного года. Это поисковые деятельности, организация работы поста номер один и музейная педагогика, и работа волонтерских отрядов. Благодарственными письмами были отмечены самые активные образовательные учреждения и педагоги. В течение года принесение вахты памяти на посту номер один среди учащихся определились лучшие часовые, которые получили дипломы и ценные подарки. Также на слете продолжили добрую традицию посвящения в почетные часовые. В Рязани впервые прошел фестиваль национальных культур соцветия. Перед зрителями, пришедшими во дворец молодежи, выступили творческие коллективы города. С самобытными танцами, песнями и легендами гостей познакомили представители национальных общин и диаспора. Фестиваль национальных культур соцветия прошел в Рязани впервые, но в дальнейшем его планируют сделать традиционным, ведь такая необходимость назревала давно. Участники фестиваля соцветия – дети. Они выступили с национальными танцами, песнями и познакомили гостей с традициями своих народов. Получается так, что у нас в городе фестивали такого плана несколько, но эти фестивали так скажем для взрослых. А тут мы решили сделать такой же фестиваль школьный. Здесь принимают участие школьники до 17 лет. Всего в Рязанской области проживает более 40 национальностей, а в областном центре действует 7 общественных национальных организаций автономии. И хорошо, если чувство дружбы и взаимоуважения, толерантности будут воспитываться именно с детского возраста. Это были все темы, о которых мы хотели вам рассказать. Желаем вам приятных выходных и до встречи в эфире программы «Время говорить» на следующей неделе. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова